Дороги Прока А вот новости из республики Алтай, где факелы побывали только вчера. Банкфак сообщает, что там завершена прокурорская проверка, связанная с появлением в региональных СМИ фотографий обнаженной модели. На фоне атрибута обряда национального религиозного поклонения алтайского народа – Диалама. В ходе проверки было установлено, что модель сфотографирована жителем Новосибирска в период со 2 по 12 июля текущего года. Фото были растиражированы в интернете, в частности на сайте новости Горного Алтая. В общем, из-за чего сыр-бор? Диалама, как я понимаю, и есть вот эти ритуальные ленты. Модель москвичка Чироковальский вполне могла думать, что эти ленточки вообще туристы оставляют. А председатель алтайского землячества заявил, что подобные отношения к сакральным местам недопустимо. И это все равно, что раздеться до гола в храме или мечети. Но разве в алтайской традиции человеческое тело априори грешно, как у православных или мусульман? Я такого не слышала. Хотя самим алтайцам наверняка виднее. А теперь заглянем в контакт. Обратная сторона Барнаула разместила вот такой ностальгический пост. Мейнстрима больше не будет. Сегодня старый мост открыт для движения транспорта. Ну и, собственно, тот самый мейнстрим. Фотки сделаны на перекрытом еще мосту. Кстати, здесь подобные снимки любовно собираются в отдельный альбомчик под названием «Старый мост». Так что, если есть чем поделиться, вперед! В это же время в группе «Бусора больше нет» просят подписать петицию в защиту парка «Изумрудный». Цитирую. Просим передать Барнаульский городской парк «Парк Изумрудный» в ведение администрации города с целью его сохранения. Вот как. В петиции всего четыре пункта протеста. И я, в свою очередь, подписываюсь под каждым. И возвращаясь к главной для всех барнаульцев теме сегодняшнего дня. Мы с вами еще успеем побывать на празднествах в честь Олимпийского огня, от которого зажжет городскую чашу мастер спорта России международного класса по лыжным гонкам участник зимних Олимпийских игр Виталий Денисов на площади Сахарова в 14 минут 9-го. Более подробно программу мероприятий можно посмотреть на сайте Политсибру. Ну вот и все на сегодня. И я прощаюсь с вами до следующего появления с добытыми в сети материалами. Ссылки на свои блоги и интересующие вас интернет-ресурсы можете присылать мне на почту. Вы ее видите перед собой. Всем привет! Увидимся в четверг! Субтитры подогнал «Симон»!